всем привет давайте пробовать здесь пытаться пообщаться дженни вроде я вас добавила так теперь наверное меня не видно здравствуйте я вас слышу а видите нет то же самое все тоже самое смотрите пожалуйста вы слышите женю и меня всем добрый вечер спасибо за медвежат baby bears так видно обеих и слышать замечательно вот лучше видно я у себя оставила stories чтобы все приходили к вам сюда в гости у вас смотрели прямой эфир до всех я вас вижу я вас надо видеть я вас вижу себя только теперь не вижу у меня но я пообщаюсь надо черным квадратиком не важно слушать а вы видите шкафы или а коридор так а вот так вот так вот просто на правило на полки одна бывает давайте тогда мы начнем планировалось что я буду задавать вопросы а вы будете нам от меня отвечать это наверное мне все я уже все повернула должно быть сейчас видно итак ну первый такой вопрос как вообще у вас дела как у вас обстановка с медвежатами ну в этом году с медвежатами у нас очень активная обстановка к сожалению они начали появляться очень рано за первыми двумя медвежатами за кузи карелы мы выехали аж 10 января а это только-только они все начинают рождаться они совсем крошечки совсем маленькие и за январь только за январь к нам поступило уже шесть и по моему еще двое прям последних числа то есть 8 медвежат это огромное количество правило медвежат получил начинает к нам поступать с конца февраля и март и они уже ну нельзя сказать что они большие взрослые но по крайней мере они уже прям медвежат медвежат у которых и шерстка нормальная более-менее работает так сказать терморегуляция внутренняя то есть они могут себя обогревать и друг об друга греться и ну в общем то уже такие более-менее самостоятельные звереныши хотя конечно без мамы они ну к сожалению обречены на погибель вот а малыши которые в этом поступили очень сложно мы столкнулись сложными ситуациями но это было прогнозируемо то есть мы это ожидали то есть когда в возрасте там недели пять-десять дней медвежат остаются даже время вы меня слышите да я слышу прекрасно да когда вот в этом возрасте в курочном когда не весит всего 500 600 на максимум 700 грамм а ставьте вот просто ладошка да у меня на ладошке помещается медвежонок то конечно риск того что они заболеют очень велик ну и вот из восьми медвежат январских шестерых мы лечили просто спасали одного медвежонка в узел вытаскивали пять дней он был вообще на грани действительно вот так говорят на грани жизни и смерти то есть там штанцев уже практически не было всех вылечили все здоровы слава богу все растут замечательно у всех режутся зубы у всех проявляется характер их тоненькие голосочки которые можно было услышать на наших видео в январе сейчас это уже грозные такие почти что медведи носа вот аппетит отменный у всех вес набирают и на лапах стоят все но пока еще ходит не уверен но при этом пытаются даже бегать ну и конечно же играть и ссориться такое тоже есть но об этом мы поговорим попозже да есть как раз такой вопрос в списке вообще обалдеть так интересно это все я с таким интересом наблюдаю за медвежатами они прям как настоящие маленькие дети очень похожи внешне я особенно когда рисовала прям как вот живой ребеночек настоящий человеческий и с точки зрения ухода за ними конечно это абсолютные дети то есть это режим это граница расписание это все те же манипуляции что из человеческими детенышами это обязательно кормление гигиена лечение спа спать а немножечко погулять поиграть для того чтобы ну поиграть там еще и они играли да а в принципе это все прямо ну настоящие да детский сад и детские заботы детские бутылочки и детские пеленочки детские масла мази и витамины настоящие такие детки только немножечко выглядит по-другому вот первый вопрос в моем списке с чего началась ваша такая уникальная деятельность и как она развилась вот до того чем является сейчас то есть до вот такого вот большого центра немножечко истории на самом деле история берет свое начало в далеких-далеких 70-х годах прошлого года когда валентин сергеевич пажинов а это глава нашей семьи вообще наша голова мозг но все его зовут дед не представляется я просто дед на самом деле нужно очень много раз про дедушку не слышите меня только что пропадала связь но вот сейчас опять вроде бы наладилось да вот если всем представляется дедушка хотя он уже очень много раз про дедушка вот 70-е годы в центральном лесном государственном заповеднике который находится у нас здесь пирской области валентин сергеевич начал многолетнюю работу по изучению поведения экологии бурого медведя как в принципе вида до этого таких работ сделано не было валентин сергеевич провел огромное количество времени в лесах то есть непосредственно на месте в полях да собирая по крупицам ту информацию которая была доступна медведь как известно в общем-то животное скрытное и что-то узнать про него достаточно сложно и многие-многие годах на то чтобы понять как вообще этот вид существует в природе какое взаимоотношение между особями как они адаптируются к тем по ситуациям в которых они попадают как они в конце концов зимуют чем они питаются то есть все 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 вот этими вопросами сергей занимался в 70-х годах и параллельно параллельно с этой работой возник уже вопрос а если в принципе возможность медвежат вырасти без участия скажем так медведицы да то есть смогут ли они приобрести все те навыки необходимые для их выживания самостоятельно в природе для чего тоже вот несколько лет значит проводил эксперимент в результате которого стало ясно что медвежат не надо учить искать корма у них все эти навыки заложены они сами не то чтобы знают но и есть конечно такое что методом проб ошибок но тем не менее они прекрасно находят подходящую для них еду они самостоятельно научиваются обучаются лазанью по деревьям а это для них обязательный такой элемент да это оборонительное поведение то есть это единственная возможность для медвежонка спастись от какой-то опасности залезть на дерево и конечно же таким основным вопросом наверное ну одним из основных вопросов был смогут ли медвежата без примера со стороны медведицы построить себе берлогу перезимовать в ней да сможет то есть лентин сергеевич многие года потратил на то чтобы выяснить что действительно медвежата могут без научиться сырной матери всему этому научиться самостоятельно ну вернее не научиться а развить эти способности потому что все это у них природа очень сложно они могут построить себе берлогу совершенно ничем не отличающуюся от берлоги любых других медведей вот и благополучно не перезимовать и залечь в нее быть и тоже в то же самое время что делают взрослые медведи там которые допустим выросли в природе вместе с медведицей но можно было бы подположить что как будто бы медведиц там подсказывал вот и все вот эти вот знания полученные за многие года были собраны обработаны и возникла идея уже попытаться разработать методику благодаря которой мы сможем выращивать медвежат именно способными к самостоятельному выживанию в естественной среде после их выпуска собственно именно этим мы и занимаемся более 25 лет не десятых годах ну да с конца семидесятых наверное были разовые попытки ну вот эти вот экспериментальные попытки до выращивания медвежат на основе чего же потом была сформирована методика и вот сколько лет уже мы по ней работаем естественно каждый год какие-то новшества какие-то нюансы потому что природа какие-то новые случаи ну и плюс ко всему прочему ветеринарная медицина да то есть какие-то там лекарства препараты ну и все что касается медвежат поэтому каждый год она модернизируется скажем так адаптироваться под нынешние времена но она позволяет вырастить медвежат способными существования то есть наша основная задача вообще в общем и целом как нам мы мамы мы мамы или там няне первые ну два три отчасти может быть четыре месяца наверное нас можно назвать кормящими мамами когда действительно без лучшего участия медвежата не выживут они сами в месячном возрасте там даже двухмесячного кормится тут без нашего участия прямого контакта с ними обойтись просто невозможно но с момента когда они уже могут самостоятельно себе искать пропитание мы им по большому счету не нужны кроме как обеспечение защиты от окружающей среды то есть в этом возрасте медвежата они могут стать жертвой любого крупного хищника того же крупного медвежьего самца вот и мы для них у нас уже такая функция защитная вот но и мимо этого мы предоставляем там различные условия чтобы они могли отправиться на все прошу прощения навсиные поля овес это натуральный коров для медвежат либо отправиться в лесное озеро где они прекрасно проводят время купаются играть все точно так же как дети как щенки как кто угодно вот ну вот в двух словах и ну и да с девяносто пятого девяносто шестого года уже на постоянной ежегодной основе мы занимаемся спасение медвежат но а сам центр как организация была у нас создана два вру полтора года назад до этого мы были проекта международного фонда защиты животных который полностью всю нашу работу по реабилитации по выпуску медвежат очень здорово прям так интересно потому что как я вам говорила что мы совсем не публичные люди в интернете то есть там общение с журналистами это одно а вот так вот выходить в эфир второй подобный опыт в моей жизни да я вот еще что за и прошу прощения перебил что в эфире понимаю участие я одна но вся моя команда просила передать огромную благодарность во первых за всем участникам за ваш прекрасный замечательный проект жени промы организатором создателем этого дела за то что выбрали объектом этого марафона наших подопечных ну и конечно же огромное восхищение всеми вашими работами мы скажем категорически не хватает времени остальные комментарии вообще мы все видим спасибо большое вы радуетесь радуетесь весь мир своими прекрасными работами все спасибо спасибо огромное очень и очень приятно спасибо я очень рада что вот у нас так сложилось что я нашла ваш проект тоже и вот мы так с вами пересекли посмотрели конечно но там вопросов не было что единственное что мы конечно могли бы быть по активнее в плане организационных пунктов но к сожалению этот год какой-то ведутся мы с вами когда еще разговаривали кто не знает как сложится очень так же не вы пропали жения я я я вот тут вижу вопросы но с медвежатами значит занимается трое человек вы пропадали это члены нашей семьи собственно это руководитель центра под громким названием директор но мы его руководили с вами это сергей антимович пажетов это сын валентина сергеевича он с детства тоже живут в этой медвежьей сфере там уже вопросов не стояло чем дальше заниматься и всю свою жизнь то есть так же как его родители собственно говоря и светлана ванна супруга ванна сергеевича тоже много времени провела именно занимаясь исследованием поведения бурого медведя она провела колоссальную масштабную работу по изучению пищевого поведения чтобы узнать что же вообще ест медведь на нашей центральной части России мы говорим про нашу центральную часть не говоря про дальние регионы потому что везде есть свои нюансы вот и василий сын сергей антимовича внуковицына сергеевича и собственно я дам три человека которые занимаются медвежатами почему три там тоже будет дальше мы немножко по так давайте тогда я ваши добрые слова но спасибо ой связь все равно немножечко пропадает так я пока тогда перейду к следующему вопросу вот он прям такой тоже интересный если медведица где-то рядом с малышами и ей на пути попадется человек то она же может на него напасть защищая защищая своих медвежат и как волонтеры определяют что медвежата действительно остались одни ведь возле них опасно находиться если встретить недаром говорить это что медведь с медвежатами это самый страшный самый страшный страшное животное потому что она будет защищать своих медвежат естественно в этом случае при этой встрече можно стать жертвой вот но если мы говорим про нашу ситуацию какие-нибудь волонтеры во-первых конечно же никаких волонтеров нет которые ходят и ищут медвежат совершенно это ну это некоторое заблуждение все происходит по другому на сегодняшний день основными причинами сироста медвежат являются а к сожалению лесозагадательная работа то есть это звуки техники это падающие деревья это естественно человеческая речь это машины все это пугает медведь она покидает берлогу это раз два у нас есть законные охоты на копытных допустим в это время охота проводится ну у нас в стране я имею в виду не у нас а в стране это это вместе с собаками собака может случайно спугнуть медведицу помимо этого любая прогулка больше семьей с детьми и собаками она тоже может случайно стать причиной сиротства медвежат потому что если медведица услышит наши с вами звонки голоса она убежит вот браконьерство говорят про браконьерство браконьерство конечно же существует но вот у нас по этому году нет ни одного точного факта что это браконьерство а мы как правило то есть мы знаем что ну во первых мы общаемся с официальными лицами правоохранных организаций регионов да куда медвежата поступают во вторых есть уже к сожалению кучу знакомых то есть очень хороших знакомых но повод знакомства был печальный это вот именно медвежата с которым мы много лет уже общаемся и мы знаем то есть нет никаких оснований не доверять что да это расследовательная работа да проводилась охота да инспектор пошел проводить осуществлять патрулирование территории то есть такая ситуация тоже была казалось бы я сейчас на ней заострю внимание но договорили предыдущую тему то есть и мы зачастую выезжаем на места то есть мы выезжаем потому что как минимум нам очень интересно посмотреть на обустройство бюрок потому что ну это это уникально то что да вот мы не видим даже мы работающие с медведями мы ну это так просто не увидеть вот интересно во-вторых в принципе понять что за ситуация что за обстановка как далеко от населенного кто-то находится медведь ой медведь берлока лесозапитарительная работа или еще что то и мы не располагаем ни одними данными в этом году а то что у нас медвежат это или в результате браконьерства конечно на сто процентов мы сказать не можем но вот когда медвежат подкидывают да может быть всякое но и то тоже неизвестно вот по поводу того что человек является первопричиной сиротом медвежат ну по большому счету наверное это так хотя может быть существуют какие-то другие ситуации допустим ну чисто гипотетически волки спугнули медведицу она убежала не знаю но не всегда человек спугнувший медведицу является тем самым варваром каким его как правило в соцсетях начинают представлять да в этом году была ситуация когда госохотинспектор осуществляющий патрулирование территории то есть его задача как раз предотвратить какие-либо браконьерства какие-либо там неправильные использования лесов либо объектов животного мира обходя территорию он столкнулся лицом с лицом с мордой медведицы который естественно убежал она попыталась сделать вид что она на него нападает но она убежала медвежонок остался но на тот момент он узнал про нас узнал про такие ситуации только он не знал что он попадет в нее и вот и получается обидеть этого человека категорически нельзя угу согласна ситуации бывают только разные поэтому там судить одна буквы что вот человек редиска ну не всегда так бывает не всегда так бывает да то же самое касается и вырубок есть вырубки которые действительно делаются абсолютно соответствием со всеми нормами правилами ну грубо говоря сколько вырубил столько посадил Key но есть и малые вырубки ну да леса вырубаются к сожалению в огромных масштабах леса вырубается сокращается жуткими темпами сокращается среда питания животных это не только медведи как тут касается это всех же живых существ Beloved касается Жень, на что я должна была ответить? Вопрос в том, что... Как находят медвежат, да. Да. Именно эти люди, которые стали невольной причиной, то есть это могут быть лесорубы, трактористы, семья с медвежатами, гузенспектор, они, став причиной, они тоже пытаются найти способ разрешения этой ситуации. Если это люди, которые не знают нас, они знают, что делать. Если это люди, которые не знают, они пытаются в интернете найти, хоть какую-то информацию, что делать наши медвежат, в идеале в таких случаях связываются незамедлительно с госинспектором района, который либо сам отправит место, либо отправит кого-то на место. И, по сути, медвежат надо как можно быстрее забрать. В этих ситуациях, если медвежат убежала, а медвежат остались в берлоге, медвежат не вернется. Не вернется. Нет, последние вот эти 25 наших лет, у нас ни одних данных нет. Мы проводили опросы, мы просили людей, которые, тех же инспекторов или личников, которые охраняют свои леса, просили неоднократно обходить патрульную территорию на определенном радиусе от берлоги. Вернулось или нет? Причем не около берлоги, а вдалеке. Чтобы не спугнуть, нет. Есть только один свет выходной. Все. Медвежат ушла. Поэтому если забрать, они погибнут, вот. Ну, а если эта ситуация случится, ну, то есть люди вдруг стали свидетельствами, они вернули медвежат, уже весной гуляющих, именно гуляющих, то не в берлоге зимой, а гуляющих, вот так, тут надо обязательно быть архиосторожным, потому что медведицы где-то рядом, просто они гуляют. Вот, но в другом случае, даже в этом случае медведица, в общем, да, вот эта ситуация такая сложная, но медведица уведет, то есть все дикие животные, если они в адекватном состоянии, если они не подранки, если они не, ну, допустим, там, бешенство или еще что-то, да, любое дикие животные попытаются сбежать, встретить человека. Это понятно очень так, ответили обширно, спасибо большое. Дальше у нас был следующий вопрос, а? Я говорю, вы меня останавливаете, я могу случайно заболтаться. Ой, так вас так интересно слушать, я не могу вас остановить. Так, следующий вопрос у нас был, до какого возраста медвежата остаются у вас? И в каком возрасте, ну, вы их уже выпускаете, они готовы к самостоятельной жизни? Значит, по всем тем данным, которые удалось, Сергей Сергеевич, собрать за многие-многие-многие лета изучения этого вида, было выяснено, что уже к 6-7 месяцам у медвежата сформированы все необходимые навыки для самостоятельного благополучного выживания в лесу, в природе. Вот, а у нас медвежата находятся, скажем так, на обеспечении до возраста 9-10 месяцев. То есть давайте проясним, в январе медвежата рождаются, соответственно, сентябрь, ну, в зависимости от региона, это может быть конец августа, может быть начало октября. Это время выпусков. То есть в июле, в июне, в июле, они, в принципе, уже сформированные медвежата, они уже обладают теми навыками, которые им нужны для того, чтобы выжить без медвейцев в природе, без нашей защиты. Но мы их оставляем до сентября-октября для того, чтобы максимально дольше их защитить от каких-то там возможных угроз и к тому же, чтобы они смогли гарантированно набрать хороший вес, необходимый для благополучной зимовки. Во-первых, у них в огромном количестве естественная корма, произрастающая как на территории наших валерьев, так и вне их. Ну и к тому же мы их подкармливаем естественными для медведя кормами. Это яблоки, которые мы тоннами завозим, мы сейм овсяные поля, а обез – это один из основных нажировочных кормов. Нажировочный корм – это тот корм, который помогает набрать хороший жир. Вот мы едем яблоки, чтобы похудеть, а медведи едят яблоки, собирают жир. Есть сентябрь-октябрь, то есть это в районе 9-10 месяцев, мы возвращаем медвежат в природу. Понятно, понятно. Так, дальше тогда. Вот, медвежат привозят с лесов всей страны. Куда потом уже готовые к самостоятельной жизни отправляются медвежата? В те ли места, откуда их привезли, или вот у вас там, в лесу вашем? Если никаких нет в форс-мажорных обстоятельствах, такие бывали, как, например, был карантин по свиному гриппу, или по какому-то там птичьему гриппу, когда запрет на вывоз, то мы приемли всех медвежат, возвращаем их в леса, в регион их происхождения. То есть это не значит, что мы привезли их туда же, где была вырубка леса, и подвергнем их той же опасности. Нет, мы обязательно в порядке вместе с представителями прудоохранных организаций, теми же инспекторами, лесниками, которые знают свои леса вдоль и поперек, подбираем места, соответствующие определенным требованиям. То есть это должно быть обязательно в удалении от населенных пунктов. Естественно, это должно быть не рядом с заказательными работами. Это должен быть участок с хорошей кормовой базой, чтобы у медведей не было нужды куда-то двигаться в поисках еды. Но это должен быть хороший бустулет с берлогами, с местами подходящими для организации берлоги на зиму. Да, понятно. А скажите, после того, как вы выпускаете медвежат, как-то потом вы следите за их судьбой? Ну или, может быть, там не вы, а кто-то, да? За тем, как они там дальше? Или ничего об их судьбе дальнейшей неизвестно? Значит, естественно, по возможности мы стараемся отслеживать дальнейшую судьбу наших медвежат, но всех оследить это, к сожалению, невозможно по многим причинам. Но, во-первых, всех медвежат, которых мы выпускаем, мы перед выпусками метим ушными метками. Каждая ушная метка имеет свой номер, и, естественно, по этому номеру мы понимаем, кого мы выпустили. Эта ушная метка достаточно яркая, достаточно крупная, и те же самые инспекторали, лесники, обходя свои территории, есть шанс, что они смогут визуально зарегистрировать медвежат с меткой и сообщить нам об этом. Это раз. После выпуска мы постоянно находимся в связи с теми же самыми инспекторами на месте, которые патрулируют территорию, они тоже заинтересованы, ну, вообще во всем этом мероприятии, выпуска медвежат, да, ну, и, конечно же, в том, чтобы медвежата остались живы, и чтобы все у них было благополучно. То есть они мониторят территорию выпусков, и по следам, по следам жизнедеятельности, ну, по следам, то есть по отпечаткам лапа, по следам жизнедеятельности, можно понять, есть там медвежат или нету двоих, или трое, или один. И мы регулярно, значит, на связи собираем информацию о том, что, да, с медвежатами все в порядке, что они там ушли туда или ушли сюда, на такую территорию, в таком возрасте они еще на дальнее расстояние от места выпуска не уходят, хотя такое тоже может случиться. Вот. По возможности мы пользовались спутниковыми ошейниками, позволяющими отследить судьбу животных, там, на протяжении года или полутора после выпуска, которые подтверждали, что, да, медвежата благополучно зимуют, через какое-то время они уходят уже от места выпуска. Ну, несколько работ было сделано, там были и радиоошейники, и спутниковые ошейники, показавшие, что первые, допустим, три года медвежата предпочитают сидеть более-менее на месте, ну, там, не на большое количество километров от места выпуска, но бывает и на большое количество. Но по достижению трех лет медвежата, уже не медвежата, уже медведи, они могут уйти на очень далекие расстояния, 100 и 200, 300 и более километров в поисках уже места для постоянного проживания. Таким образом происходит, как бы, знаете, естественно, расселение вида по лесным территориям, потому что, конечно же, в одном месте все жить не могут. Медведь-дверь-одиночка, и у каждого медведя своя территория, которую он метит, и, в общем-то, можно сказать, что охраняет. Вот. Ну и сам, пытаясь на коротке, потому что я могу очень далеко уйти, один из самых ярких моментов, подтверждающих, значит, благополучие выживания наших медвежат, и не только выживания, а еще и размножения. У нас на сайте есть прекрасная история про медведь-су нору, которую в 2009 году был рядом с нашим центром, и с 2011 года, в 2009, с 2011 года мы регулярно ее регистрировали с медвежатами, и мы смогли, во-первых, мы смогли благодаря фотоловушкам определить номер на метке, чтобы понять точно, и, во-вторых, благодаря этим уже фотоловушкам в течение, получается, первых-два помета, первых полтора, наверное, года, мы визуально ее на болотах вдалеке видели, вот, а потом при помощи фотоловушек мы, в общем, три помета, в каждом помете у нее было по трое медвежат, и про который нам известно, то есть вот она как, в январе у нее появились медвежата, на протяжении целого года мы с разных фотоловушек, ну, с достаточно большой территории, получали прекрасную фодио мамы, ее малышей, я, конечно же, как, ну, скажем так, тоже немножечко мама, волновалась безумно, как они прожили, но благодаря фотоловушкам нам удалось проследить, то есть, грубо говоря, с момента выхода из берлоги, а это там начало апреля, в том году, по-моему, это начало апреля было, и до залегания в берлогу, то есть по первому году дети вместе со своими малышами ложатся в берлогу, они зимуют вместе, это, ну, зависит от погоды, там, ноябрь где-то, вот, и как они вышли из берлоги, наши волшебные фотоловушки смогли неоднократно их зафиксировать, все трое выжили, всех троих она выходила, все трое благополучно перезимовали, вот, и в мае у нас, по-моему, 11 числом мая, ну, правда, это было два года назад, у нас были последние видео, где она вместе с медвежатами проходит, и после этого, через несколько дней буквально, мы получаем уже видео с фотоловушек, где она со своим, ну, мужем, не мужем, медвежатами за брак, ну, как это, брак выходного, гостевой брак, то есть медвежатами никогда не живут вместе, они только проводят время на период свадеб, это гоно, то есть в мае, середина мая, там, начало, середина июня, после этого они расходятся, и именно в этот момент происходит распад медвежатами, то есть медвежат уходят от маи в мае, в середине мая, как правило, это происходит именно так, у нас не ходят медвежатами по три года, как это происходит на Камчатке или где-то еще, это тот срок, который на центральной части России медвежат проводят с медвежатами, а медвежат, соответственно, проводят с мамой, как только у медведя начинается гон, самец начинает поиск самки, а самка, собственно говоря, уже готова к новому отношению, к новым свадьбам, медвежата, почувствовав запах самца, почувствовав присутствие самца, убегают, уходят, все, это грустно, но с этого момента у них начинается взрослая жизнь, и это происходит и у медведей в природе, так и также вот у наших медведей, которых вот можно зарегистрировать, вот, помимо этого, у нас есть данные с фотоловушек из нашего же заповедника, в котором очень много лет назад, я сейчас, скорее, не вспомню, у меня перед собой бумаг нету, это там чуть ли не начало 2000-х годов выпускали медвейцу, медведь с ушной меткой, с медвежонком, то есть я тоже там прожила, а норе на сегодняшний день ей должно быть уже 13 лет, если я не путаю, по-моему, 13, это очень хороший возраст для медведей в природе, и вот все эти года, она живя на территории рядом с нами, ни одной ситуации, чтобы медведь пришел в деревню, или что-то там какие-то были, все не было, это говорит о том, что все те навыки, которые, грубо говоря, медведица передала бы, возможно, медвежатам, у наших медвежат все это есть, они умеют и прятаться, умеют избегать опасность, понимая, человеку выходить нельзя, человеку это опасность для них, находят себе достаточно корм, чтобы перезимовать, если она дышала до 13 лет, и к тому же они себе находят пару в природе из диких животных, и возможно нам, внуков, демонстрируют на фото. Обалдеть, это прям такие счастливые истории, прям супер, класс. Медвежатка зовут Нора, вот в прошлом году, к сожалению, мы не смогли ее поймать на фотоловушке, но у нас тоже достаточно беспокойный лес вырубки, не так далеко, но будем надеяться, сейчас будем массово расставлять фотоловушки, чтобы получить хоть какие-то данные, потому что, конечно, это очень интересно и переживательно уже. Конечно. Так, не услышала последнюю фразу. Говорю, в двух словах ответил вам на этот вопрос. Да, очень тоже подробно и очень-очень интересно. Следующий вопрос у меня здесь записан о том, как они потом сами учатся добывать себе пищу, если сначала их кормят люди, это происходит, или это еще как бы вначале под вашим присмотром. Но вы вот уже отвечали, по сути, на этот вопрос, если есть что дополнить. Ответила, есть что дополнить. Значит, смотрите, когда они совсем помощные, естественно, все кормление только от нас они получают. С апреля месяца, где-то середины апреля, когда медвежата уже находятся на территории лесного вольера, ну, максимально, с условиями максимально приближенными к естественным, да, потому что это просто настоящий лес, и есть на что он огорожен от внешних возможных врагов, и на территории вольера есть домик-берлог, где бы они могли бы укрыться. А так это абсолютно нормальный лес с теми же самыми растениями, которые произрастают на большей части нашей цедальной части России. Вот, так вот, с середины апреля, когда начинает уже появляться первая растительность, медвежата начинают ее пробовать. мы все еще продолжаем применять их кашами и витаминами, но тем не менее, они уже занимаются поисками естественной для себя еды, пробовать, что им нравится, что им не нравится. И по мере, ну, увеличения, то есть по мере роста растительности у нас сокращается кормление и объемы кормления. То есть мы их ни в коем случае не перекармливаем, может даже в какой-то чуть не докармливаем, тем, чтобы простимулировать у них вот эта вот пища, поисковая, поисковая пища, в общем, поисковая идея по добыче пищи, да. И с июля мы их кормим минимально. В общем, даже нужно скорее для того, чтобы у нас было гарантировано, да, тут надо нюанс такой, что с середины лета у нас две революции открываются, медвежат, и без свободы носов в прилегающем территории. Это очень важно, потому что таким образом у них формируется еще и территориальное поведение. То есть они учатся, ориентироваться, они ищут себе какие-то подходящие места, в том числе и кормовые. То есть у нас очень много ягод произрастает, они находят ягодники, они могут там оставаться даже и больше, чем один день. Но мы продолжаем их портать, чтобы они возвращались на территорию волья, чтобы их мы выпустили тогда, когда мы посчитаем нужным, а не они ушли, тогда, когда им заходятся или куда-то вернутся. Поэтому, когда мы их выпускаем, они умеют уже себе добывать пищу и никаких сливых навыков им не нужно приобретать. Понятно. Так, дальше был вопрос про, опять же, про причины того, что медведица их оставляет, медвежат. Но вы, по-моему, тоже уже очень полно в самом начале об этом рассказали. Поэтому, я думаю, наверное, к следующему можно перейти. Вот у вас на видео, на фотографиях вы с медвежатами все время контактируете только в перчатках. То есть это делается, наверное, для того, чтобы медвежаток не привыкали к людям, да, то есть у них нету привыкания к людям или есть? Вот у меня такой вопрос. Одним из основных факторов благополучного выживания медвежат после выпусков это, конечно же, страх перед человеком. То есть если они не будут бороться от человека, то, собственно говоря, шансов выжить у них не будет. Единственный способ помочь медвежатам, скажем так, дать возможность развиться этой врожденной форме поведения, это врожденная форма поведения. Так как они находятся с нами, то есть мы можем все, что можем сделать, это минимум контакты с человеком. Самого рождения минимум контакта с человеком. Это никаких тактильных контактов. То есть почему в перчатках? Потому что у медведицы все тело покрыто шерсткой, исключением сосков, а соски это еда. Мы даем еду из бутылочек сосок. У них прямая аналогия сразу, что человек, соска, еда, мама. Если это голые руки, пальцы, то это огромное желание сосать, потому что все равно их те кто-то есть, им хочется, а мама. Поэтому только в перчатках. По мере изнаношения, когда медвежат у нас в Бальгере, мы ходим в специальных энцефалитных костюмах, ну, они не специально для медведей, это просто противоэнцефалитные костюмы, но они зеленого цвета, то есть близкого к цвету природы. Вот, закрываем лицо и тоже в перчатках, чтобы медвежат, ну, как можно меньше был каких-то контакт. Почему мы закрываем лицо? Лицо – это одно из основных отличий животных от людей. Белое, лысое что-то. Если они привыкнут к такому раздражающему фактору, как человеческое лицо, то для них любая встреча в лесу с человеком будет восприниматься как норма. А, только в перчатках, Б, в одних и тех же одеждах еще и желательно их не стирать. В, никакой человеческой речи при медвежатах, Г, никаких резких движений, никаких запахов, никаких парфюмерий, ничего прочего, но еще кучу нюансов, вот я так и осуществила, чтобы у них не раздражители, то есть следы жизнедеятельности нашей человеческой, мы стали для них нормой, чтобы они не привыкли к нему. Вот, дальше, почему они привыкают? Они к нам привыкают. У нас три человека, и они нас знают. У нас у каждого, у каждого с вами, у каждого из нас есть свой индивидуальный запах. Помимо этого, есть с вами видовой запах. То есть мы пахнем человеком, но при этом я пахну человеком и Катей. А Сергеем Тимовичем человеком Сергеем Тимовичем. И они знают запах. У меня запах Василия Сергеевича, Сергея Тимовича, они знают, и они действительно к нам привыкают. Но любой запах другого человека, если с ним не будет ходить толпа народа, будет являться опасностью. Мало того, уже с конца мая, когда у них начнёт формироваться вот этот оборонительное поведение, в том числе чувство страха перед человеком, они уже будут пугаться и нас. То есть мы будем продолжать всё равно вынужденно появляться на вольерах вот в наших этих одеждах, потому что мы их продолжаем кормить. Но даже нас они уже начнут бояться. То есть они будут бегать, залезать на деревьях, но потом, естественно, выходить, потому что понятно, что а, ну, свои. Вот. Нас чужих не знают. Всё. И это не каким-то образом, то есть при встрече в лесу с человеком у них не появится чувство радости, что ой-моё, нет. У нас появляются чужие люди, те же самые ветеринарные осмотры, мы проводим вместе, да, со специалистами ветеринарами. Ну, вероятность того, что они почувствуют запах этих людей и их напряжёт, это существует. Если мы прекрасны, если чужие, медлежат нет. Да, ну это же так интересно. Так, вот туда про влияние на образ жизни потом. То есть они, кстати, вот ещё такой вопрос у меня возник. Когда они уходят на волю, они вот помнят вас, например, или, наверное, это не узнать никак, помнят ли они людей? То есть если все люди другие для них чужими, да, оказываются, возможно, вас они помнят, они же с вами больше не пересекаются. Скорее всего, вряд ли. О, Сергей, Сергей, добрый вечер, да. Скорее всего, вряд ли. Потом ещё такой нюанс существует, что во время зимовки у медлежата стирается какая-то память, и там, конечно же, после зимы уже точно они нас не вспомнят. Вот, поэтому... Так, по моему списку получается всё. Вот, и я здесь видела ещё несколько вопросов, были у нас от зрителей. Так, давай. Сейчас я немножечко промотаю, посмотрю. Нужно мотать что-то? Нет, у меня ничего не мотает. Ага, нужно промотать. Туда можно промотать. Так, вот, можно ли повлиять на эту ситуацию? Запретить нахождение в это время людей, лесозаготовителей, охотников и так далее. Здесь имеется в виду вопрос, когда вот эти вот, ну, когда медвежата с медведицей в берлоге, можно ли как-то людей ограничить, ну, вот эти вот работы все ограничить, ну, ограничить влияние на жизнь медвежат с медведицей? Сергей, вот очень интересно было бы, на самом деле, ваш ответ услышать. Ну, смотрите, я считаю, что это практически невозможно сделать, как минимум, потому что сейчас никто не знает, где у медведей в берлог. Раньше, когда было гораздо больше сотрудников, да, вот этих вот лесоохранных, правда, охранных организаций, гораздо больше было сотрудников, они мониторили свою территорию, они учатся, ну, я думаю, что, наверное, они действительно могли предположить, что вот здесь или здесь или здесь у нас в берлоге, здесь у нас лежат медведи, там нужно знать, где медведи или медведи. Вот, ну, вот точно заранее знать, где существует берлога, что там можно или нельзя идти, или ссорить на работу, невозможно. Нам предлагали, знаете, огораживать территорию, это невозможно, медведи входят, то есть я рассказываю, что за трех лет, что тебе за 300-400 километров, поэтому своих медведей никак не нужно огородить, где-то на каком-то так, в любом кусочке территории. Вот, ну, лесоохранные работы, остановить, ну, ну, я не могу. Ну, как, ну, невозможно, так что лес робит зимой-то. Ну, я, насколько я знаю, я вот по этим вопросам не очень специализируюсь, но, насколько я знаю, зимний лес, он, по-моему, очень качественный и хороший считается по этому зиму. Зиму в рубке. Ну, это я уже, может быть, сейчас и фантазирую. Вот, но определить точно, где находится берлога, где никто не будет пытаться понять, где есть берлоги, где может проводиться в рубке, а где нельзя проводиться в рубке. Просто где планы и там проводят уже. Так, друзья, еще раз, вот у нас еще несколько, ну, некоторое время, тут как несколько минут, наверное, 10 остается от эфира. Вы пишите, пожалуйста, свои вопросы, потому что здесь вот в списке вопросов уже осталось совсем немножечко. Вот, если есть. Сейчас, чтобы Екатерина как раз ответила. Еще один вопрос. Может ли медвежонок съесть какую-то ядовитую для себя траву, ну, может быть, да, что-то вот не то выбрать, скушать? Да, это может случиться. Такое, у нас есть и был случай, когда медвежата попробовали, в общем-то, отравились. Вот, на ткани липс случае, то есть там за все вот 25-30 лет работы был один раз, когда съели и дали эту траву. Ну, метода проб и ошибок. Как в природе, я, честно говоря, не знаю. Есть ли какие-то данные у Альтина Сергеевича, я просто не могу на это ответить. Понятно. А, у меня же еще был, помните, записан вопрос о том, а как медвежата уживаются друг с дружкой. Мы еще хотели к нему вернуться. Ссорятся ли они между собой, дружат? Вот этот вот. Медвежат ссорятся, медвежат и дружат. То есть у них все, как у детей в детском саду. Ну, ссорогни, конечно же, могут быть, то есть они прямо сейчас уже есть, всегда находится какой-то доминирующий медвежонок, который считает, что вот, ну вот, а я хочу вот так вот. Вот он будет приставать каким-то более маленьким, или даже неважно, не меньше по размеру. И это может быть каким-то к некоторым драфам. Вот. Ну, а там же, в принципе, момент, когда медвежата дерутся, это, когда мы переводим медвежат в Альяр, мы включаем кормить из мисок, и у соседа, собственно говоря, как мне кажется, у детей тоже, каша всегда вкуснее. Пойду к соседу. И вот если, например, сейчас медвежонок Моисей, ну, хорошо, пускай, Моисей, полезет в миску к псковушке, а у них разница в весе, там, чуть ли не в два раза, то это, наверное, с серьезными-серьезными последствиями. Вот. Чтобы хоть каким-то образом затратить вот эти вот стычки, мы используем для кормления специальные подставки с перегородками между мисками. То есть, он не зонко переносом только миска, по бокам, вот эти перегородочки фанерные, и он не видит своего соседа. Это, конечно же, не смешает на все 100% стычки, но помогает нам минимизировать. Ну, и, конечно, очень важна наша реакция относительно время кормления. То есть, это постоянный контроль от ситуации. При малейшем понимании, что сейчас может случиться драка, ты прыгаешь за 5 метров, за 3 метра, чтобы успеть предотвратить, потому что они в этом, даже в этом возрасте уже могут сцепиться очень сильно, нанести себе проник. Поэтому, да, поэтому мы бросаемся разнимать виды, держат, мы их растаскиваем, пытаемся каким-то образом предотвратить. Ну, а то, что происходит, когда нас, допустим, нет в вольере, но это все то же самое, что в природе. То есть, ну, тоже по двое, по трое, по четверо бывает, и даже, наверное, по пятеро, и, собственно, мы знаем, что даже по шестеро. То есть, на самом же... Вот, а по поводу дружи, да, они формируют какие-то неизвестным образом фары, и очень добавно бывает, когда какой-то очень крупный медвежонок выбирает себе друга, маленького медвежонка. Это настолько мило, но, действительно, они вот вдвоем ходят, то есть, они с какого-то момента делятся вот на эти подгруппки, то есть, болоте ковыряется, другая на ручье, в деревьях лазит, вот, и прям видно, что действительно, как будто вот у них дружба, они везде всегда вместе, то есть, а, вон идет Пепе, значит, сейчас за ней придет Марго, то есть, мы уже знаем, что вот эти медвежонки двое, что если одного из них нет, то, значит, один есть, то сейчас второй обязательно прибежит. То есть, есть такое тоже у них, да. Такое чудо. Класс. Так, тут еще вопрос. Как проводятся ветеринарные осмотры? Так, я тоже пытаюсь прочитать вас популярно, это не опасно, это же медведь, даже пусть он ручной, я бы ребенка не поставила бы. Так, я не смогу прочитать. Значит, ветеринарный осмотр проводится в следующем уровне. Когда медвежата маленькие, нам вполне хватает рук и всех тех оборудований, которые привозят с собой наши ветеринары. Это, значит, специалисты, с которыми мы сотрудничаем уже более 15 лет. Сейчас их организация называется Госпиталь дикой природы. Это специалисты именно по диким животным. Когда медвежата постарше, перед выпусками мы проводим в обязательном порядке осмотр. Да, там, конечно же, мы уже пользуемся бездвижущими препаратами, потому что, как я в одном из наших сообщений писала, голыми руками медведя в таком возрасте уже не возьмешь. Это обязательно бездвижка. Она не приносит никакого вреда животному. Все проходит под контролем и аппаратуры, и ветеринаров, и нас, собственно говоря, сколько лет мы этим занимаемся. Слава Богу, никаких осложнений. Все прекрасно, замечательно. Медведю от этого вреда никакого нету, но у нас есть где-то 40 минут, час на то, чтобы провести все нужные исследования, в том числе взять кровь, взять кал на анализы, осмотреть, может быть, даже рентген сделать. После этого медведь просыпается, прекрасно себя чувствует и продолжает свою жизнь дальше. Вот, собственно говоря, таким же образом происходит и погрузка медвежат для транспортировки их места, выпусков. То есть заманить медведя в клетку это не представляется возможно вообще. Поймать руками тоже, поэтому только через бездвижку. Но вот я когда говорила про то, что мы методику все время дорабатываем, то, конечно же, каждый год мы идем в ногу со временем, то есть самые лучшие препараты с наименьшими какими-то побочными эффектами, самая лучшая аппаратура, самая лучшая сеть игла, то есть все, что только можно, чтобы медвежатам не навредить. Вот, медвежатые поддерживаются, мы им ставим метку, мы их грузим в клетку, обязательно в порядке вводится антидот, чтобы они проснулись. И как только медведь проснулся, вот с этого момента мы уже можем двигать клетку, потому что пока медведь спит, ну, существует вероятность поранее, да, когда тело безвольно болтается в клетке, поэтому мы обязательно в порядке дождаемся, когда животное проснулось, и после этого уже двигаемся в путь. Это же какая процедура-то интересная. Так, еще вопрос. Сколько медвежат медвежат обычно рождается за один раз? У медведицы могут родиться от одного до четырех, это, скажем так, стандартное количество медвежат, одного-четырех. Я сейчас не вспомню, кого больше два или три в помете. Вот, честно, мы, естественно, ведем статистику, и я пытаюсь, пытаюсь успевать каждый год добавлять новые данные по этим пометам, вот от одного до четырех. У нас есть данные о медведице с шестью медвежатами, но это не наши медведицы, это просто нам повезло, мы засняли в природе, но это архи-редкий случай, то есть подтвержденных данных про то, что медведь может родиться шесть медвежат, там, один или два, что-то случаи есть какие-то описаны в литературе. Вот, а так, от одного до четырех. Как правило, у неопытной мамы это будет один медвежонок, у опытной мамы может быть и трое-четверо, но при этом и у опытной мамы каким-то образом может быть один медвежонок, то есть, тут я уже так-то очень могу сказать. Но в этом году у нас может быть и один, то есть и у взрослой самки опытной у нее тоже может быть хотя, как правило, если медвежонок один, то мы можем предположить, что это молодая, там, ну, первородящая или, там, второй раз семья медвежица. А сколько раз медведь может рожать за свою жизнь? То есть у нее получается много помятов? Значит, медведь вступает вот в этот возраст, детородовозраст в районе четырех, четырех, да, наверное, четырех-пяти лет. И, собственно говоря, каждые два года она может приносить нового потомства. Вот, но до какого возраста не скажу. По-моему, ну, не буду, не буду врать, потому что могу сказать неточные данные. Вот так, каждые два года она приводит, приводит. Ну, приводит. Жители мест. В январе, ну, там плюс-минус в конце декабря, начале февраля, но, как правило, в январе медведьца родила, год проходила с медвежатами, залегла в берлогу, из берлоги вышла, проходила к ним еще несколько месяцев. В мае произошло распад медведей семьи, медведьца уже участвует в свадьбах, и уже в следующем месяце у нее появятся новые медвежата. С ними она пройдет год, заходила в берлогу, в мае разойдется, и вот так по кругу, то есть раз в два года. У нас нам уже здорово. Из-за нашей перемены климата меняется ли время родов и спячки у медведицы? У нас пока нет никаких таких достоверных объемлющих данных по перемене климата по влиянию всего этого дела на медведя, равно как вот эта вот бесснежная зима. То есть это все только сейчас происходит, и там какие-то скажут, да, мы собрали проанализирование, мы можем сказать, что да, это так. Нет. Но единственное, что я могу сказать, что, конечно же, бесснежная зима, то есть медведи спали, но тем не менее, бесснежная зима сделала более доступными самые окромные уголки леса. То есть вот та же история про инспектора, про которого я рассказывала, да, госинспектора, который патрулил территорию, то есть если бы там были жуткие завалы снега, он бы туда и не прошел, и вероятность того, что бы он спугнул медведица, то есть она не на 100%, это можно утверждать наверняка. Но предположить, что меньше было бы спугнутых медведиц, можем. Но пока говорить о каких-то тенденциях и тем более, что влияние на поведение популяции мы просто нет. Пока еще раз. Как вам удается не привязываться к медвежатам? Жаль их отпускать. Сложно ли не разговаривать с ними? Спасибо за ваш труд. Большое спасибо за добрые слова. Безусловно, все привязываемся, конечно, потому что это дети, с которыми мы живем все эти месяцы, а если они еще и пытались умереть, как в этом году у нас было, да, конечно же, привязываться есть, но она очень глубокая внутренняя, потому что понимание, что можно навредить, оно куда выше, чем желание проявить свои эмоции. Хотя да, я могу там даже улыбнуться, сказать, что там вот у мой какой-то любимчик, вот, но, ну что, либо эмоции, либо что-то эмоции навредить медведям, навредить животным, поэтому, ну и потом, знаете, когда из года в год занимаешься одним делом, то, конечно же, это на такой подкорке находится, то есть, ну, вот просто вот мы так живем. Конечно, привязываетесь, вы даже себя уже бабушке записываете, вот, кто их медведица. Выпуски, конечно, это все очень волнительно и переживательно, как случится, потому что, со своей стороны, все, что мы смогли, мы сделали, а дальше уже, там уже просто закон природы. То есть, наши медвежата, точно так же, как и медвежата, рожденные в природе и прожившие с мамой, могут стать жертвой и самца, и какой-нибудь крупной хищника, но там уже мы оградить их от этого не можем, это уже все. То есть, мы им дали возможность прожить жизнь настоящую, настоящую жизнь медведя, да, дикого животного в природе, а там уже как, и как они себя поведут, и как служатся, и как стечение обстоятельств. То есть, ну, ну, грустно. Ну, и грустно, с одной стороны, с другой стороны, конечно, какое-то такое вот ощущение, что да, сделали, ну, в общем, я могу даже сплакнуть в этот момент. Я не могу. Это псковушка пытается доминировать, вопрос был во время обсуждения, да. И Маша, это такие задиры, на самом деле, еще есть и медвежонок Веста, тоже девочка, ох, горючая смесь, ох, там вообще, вот, что будет дальше, вот, а Даня, вот такой спокойный Даня, прекрасный, такой вырос большой-большой, на такой спокойный, то есть, ну, все такими разными становятся, но вот по Маше было понятно сразу, Маша, это питерская медвежонка, которую по источникам СМИ, по данным, вернее, СМИ, якобы принесла собака из леса, вот эта ситуация совершенно нам неизвестна, вот там вот мы все-таки не знаем истинную причину ее сиротства, откуда она... не изгачена она? А, да-да-да, это она, да, вот, но, в принципе, ну, сама ситуация, что собака принесла медвежонка из леса, она достаточно сомнительная, но мы ничего не знаем, то есть, нам было точно так понятно, что вот, Лайка принесла медвежонка, ну, принесла и принесла, тут уже, только догадываюсь. Вот здесь, наверное, это относится к тому моменту, когда мы обсуждали, что у вас вольер открывается, да, и вы их выпускаете на волю на какое-то время, и вот как они возвращаются к вольеру, не было ли случаев, чтобы медвежата убегали? Были, были случаи, что они убегали, были случаи, что их искали, находили, вот, а были случаи, что убежали, не нашли, но это был тот воздух, когда уже это абсолютно не страшно, вот, а происходить, произойти это может, то есть на 90 процентов медвежата будут возвращаться, потому что там тонны яблок лежат, и регулярно все-таки выкладывается каша, для них это большой, ну, как это, приманивающий фактор, да, вот, но на тот случай, когда мы пытались отловить медвежа для того, чтобы отправиться на места выпусков, ну, то есть вот обездвижить их, погрузить в клетки, мы смогли одного медвежонка обездвижить, других нет, и не могли понять, что случилось, вдруг резко все медведи просто исчезли, залезли, то есть понятно, что какая-то случилась паника, мы не сразу смогли, потому что у нас не такой нюх, как у медведей, вот, кстати, у медведей гораздо большую роль играет нюх, нежели чем зрение, они плохо видят, вот, но при этом запахи они очень хорошо чувствуют и понимают, вот, а сейчас в какой-то момент мы увидели за территорией вольера медведица с медвежатами, все, до них в чем-то опасность, и мы не смогли в конечном итоге, и, собственно говоря, именно такая ситуация может стать вот причиной, что они испугались настолько, что они лежали и не вернулись, да, вот, но, то есть это гипотетически возможно, но возвращаются, пока вот. Но, даже если они убегут, то есть в любом случае они уже готовы к самостоятельной жизни, это раз, два, они в любом случае рано или поздно уйдут с наших территорий, потому что медведи, как я говорю, не живут на одной территории, то есть не будет скопления медведей на нашей территории, они отправятся на поиски места для проживания, вот, но это лучше, чем держать медведей в клетке, то есть им нужна возможность выходить за территорию вольера для того, чтобы вот, как я вам говорила, то есть и заниматься поиском пропитания, вот, а еще помимо ягод, я забыла сказать, что они питаются муравьями, насекомыми, их летниками, потому что это луковой пищей для них, да, это тоже очень важная корма, собственно говоря, вот они копают все вокруг у нас, вот, и почему мы не можем брать больше, например, количество медведей, потому что нашей природе нужно время для восстановления всего того, что у медвежата здесь наедут. Женечка, давайте с вами немножечко закругляться, я прошу прощения, сейчас в городе приехала специально, чтобы хоть какую-то более-менее устойчивую связь в деревне не породилась на этом, нечего ехать до нашей деревни. А, конечно, давайте тогда завершать, и так уже много вопросов было, их, конечно, может быть, бесконечное количество тут вот еще поступают, но, друзья, давайте тогда, да, завершать, отпустим Екатерину, и так огромное вам спасибо за такие подробные ответы, за такую информацию настолько интересную, я вот очень многого не знала, я знала, вот что, да, рождаются медвежата в январе, зимой, вот, кстати, тоже узнала это уже после того, как ваш проект нашла в Инстаграме, вот, и так, конечно, очень познавательно, очень интересно, огромное-огромное вам спасибо. Жень, вам огромное спасибо еще раз за это мероприятие, потому что, конечно, произведение чудесное, и некоторые, такую улыбку, некоторые восхищения, то есть все восхищения, вот, и большое спасибо всем нашим слушателям, кто вот сейчас с нами, я здесь единственный момент увидела вопрос про содержание медведей в неволе, категорически отрицательным относится к любому содержанию животных в неволе, особенно если это еще и к тому же усугубляется эксплуатация животных для фотографирования с людьми, детьми, с кем бы то ни было, нет, медведь, людей является опасностью для человека, до трех лет еще, не так страшно, после трех лет он может, ну, собственно говоря, мы знаем случаи, поэтому, ну и плюс к тому же любая эксплуатация животного мира, это, ну, совершенно не так, но она будет категорически против этого, все, дикое, Екатерина, Екатерина, маленькая такая просьба, вы когда будете завершать эфир, поделитесь им, пожалуйста, в историях обязательно, чтобы он сохранился, чтобы еще желающие смогли посмотреть, там кнопка будет. Женя, как это сделать? А вы нажмете завершить эфир, и у вас будет кнопка поделиться в историях, и все, нужно просто на нее нажать. Все, хорошо, всем огромное спасибо, но надеюсь, что успела, ответила, рассказала, еще спасибо, провести. Небольшое спасибо всем тем, кто следит за жизнью нашего медвежьего уголка, и когда я вижу, когда мы видим знакомые имена, это очень приятно. Спасибо вам огромное, и ради Бога, извините за то, что мы не всегда, вернее, практически не отвечаем на ваши, мы физически не успеваем, везде, в сетях, по той стороне экрана мы, а я как сказала, у нас три человека, то есть у нас нету никого, кого бы мы нанимали, чтобы за нас мы либо напрямую общаемся, либо просто по возможности пытаемся общаться, либо лучше не ответить, чем какие-то роботы. Конечно. Спасибо всем, огромного здоровья, 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 и, в общем-то, терпения в той ситуации, в которой мы все с вами оказались, мы ходим в деревне, нам полегче, а те, конечно, кто в городах, ну, я понимаю, что-то сложное. Будем себя беречь. Берегите себя, себя и своих близких, все, всех обнимаем, всем до встречи, пока. Спасибо, всего доброго. Спасибо, Женя, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok